дорогие друзья я вас приветствую и хочу немножечко поснимать в новом для меня формате может быть вам понравится попробуем итак сегодня понедельник 7 августа на часах у нас 6 утра я практически уже собралась на работу не осталось переодеться только и где-то в шесть часов 10 минут ну может быть 15 минут я выйду на улицу и поеду на работу за окном прекрасное августовское утро сегодня день обещает быть очень-очень жарким больше 30 градусов нам обещают по моему этим летом у нас не было столько градусов температуры за окном ну посмотрим конечно для работы это тяжеловато в такую погоду работать в помещении ну посмотрим итак 15 минут я уже на улице и рабочая неделя началась ну вот друзья мои я вышла из парадный вот мой дом я живу в корабле а напротив меня дом кирпичный у нас один номер но разные корпуса первый корпус и второй корпус я сейчас иду вдоль дома не до остановки пройти до конца моего дома и свернуть долево и буквально еще 50 метров и я на остановки такой у нас зеленый двор но это не друг не двор двор у нас с другой стороны дома там детская площадка тут машины стоят вы видите что на дороге еще никого вот сейчас где-то минут десять-пятнадцать седьмого я иду быстро поэтому вас подтряхивает а я немножечко так запыхалась потому что для меня снимать таком формате это непривычно может быть понравится и вам и мне так я отключаюсь потому что мне надо чуть-чуть прибавить шагу вот на следующего включения ну вот друзья мои прошло буквально пара минут я уже сижу на остановке на остановке тоже никого нет нет потому что сейчас буквально отошло два автобуса сторону метро но мне тоже вот поначалу надо вдруг в сторону метро но я езжу не в метро а по земле вот я вижу идет мой автобус сейчас я на него сяду все по расписанию на остановке стояли люди которые по которым можно в общем-то утром сверять время потому что как правило в такие часы тебе встречаются одни и те же люди и можно на работу добраться без часов и и ты будешь знать точно что ты не опаздываешь а вот по таким вот небольшим пример до следующего включения и 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 Ну вот, друзья мои, я вышла из автобуса Передо мной вот такое прекрасное здание Это Датсан Очень красивое А насколько я здесь работаю, я ни разу здесь не была, не заходила Там прекрасный парк Там тоже вдали Не очень видно за деревьями парк отдыха Ну, в общем-то, вот я приехала на свою остановку И сейчас я пойду на работу Людей на улице стало, конечно, больше Вот, сейчас около 7 часов утра Буду переходить дорогу И мне тут осталось идти минуток 5, наверное Светофор Пока красный Сейчас буду переходить Ну вот, я зашла в здание Коридор И моя дверь налево У нас огромный кабинет Здесь очень много работает народу Ну вот, я в своем закуточке На часах 7.25 Это мое рабочее место Сейчас я схожу, помою руки Помою кружку Вспомню, чем я занималась Вот, два компьютера Три монитора Ну что, начнем рабочую неделю Итак, я сижу уже на своем рабочем месте Я достала свою вышивку У меня есть буквально полчасика Даже, может, чуть-чуть поменьше Чтобы повышевать Ну, со вчерашнего видео Ничего на моей вышивке не изменилось Это мои дельфинчики Вышивать я буду продолжать Вот это вот место Таким синевато-голубоватым цветом Вот я так креплю лупу К себе на пяльце И, в общем-то, в очках И через лупу я вышиваю Мне видно достаточно комфортно Все это дело Таким образом это выглядит Ниточки Вентилятор Потому что душно в кабинете И нас много народу здесь работает Ну, в общем-то, вот моя рабочая обстановка Чаек я себе уже заварила Вот такая у меня большая кружка Этой кружки мне хватает на день В общем-то, я ее выпиваю Больше в меня не влезает Ну, в общем-то, сейчас немножечко повышиваю Дорогие мои подписчики Сегодня все еще понедельник, вечер Уже пол-одиннадцатого вечера И я хочу вам рассказать Чем же закончился день работающей вышивальщицы Утром я вам показываю, как я добираюсь до работы Как я вышиваю, какой процесс Каким образом у меня это происходит Ну, а сейчас уже вечер С работы нас сегодня отпустили Немножечко пораньше Потому что в офисе дышать было просто-просто нечем Если в каких кабинетах есть кондиционер В нашем тоже кондиционер есть и не один То там еще можно было как-то обитать Но когда выходишь в коридор То попадаешь просто в какую-то, не знаю, сауну Наверное, дышать просто невозможно А когда я шла домой Я шла до метро пешком Мне там идти где-то минут семь Но это просто, не знаю, какое-то было испытание Как будто в каком-то горячем молоке идешь Вот такая была сегодня погода в Питере На завтра обещают нам грозы Я уже вам говорила в своем предыдущем видео Я думаю, что на завтрашний вечер у нас запланирован поход в театр Ну, не знаю, чем это все обернется Может быть, придем мокрые, вымокнем под дождем Не знаю, но будем надеяться на лучшее Итак, друзья, на своих экранах вы видите мой процесс Игра в шахматы Сегодня у меня была запланирована работа с этим процессом И я буду вышивать 5 дней подряд рабочих эту свою работу Ну, может быть, кроме как завтрашний день Поскольку вечер будет у меня занят За сегодняшний день я отшила 640 крестиков Вернее, полукрестиков Эта работа вышивается у меня пятидом на 27 каунте равномерки Я продолжаю работать над самыми большими количествами стежков У меня сейчас взят в работу цвет, который по количеству стежков где-то 1800 И вот из этого количества я отшила сегодня 640 стежочков Я работала вот здесь небольшие Небольшой был кусочек мною вышед Ну, очень-очень большой разброс вот по всему полю Такие вот, я не знаю, ну, это можно сказать даже вот одиночки Да, вот так, 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 стежочки располагаются Но честно я вам скажу, что я здесь сделала протяжки И даже, в общем-то, не переживала по этому поводу Что длинные протяжки я могла протянуть и через два вот так вот Ну, через три, наверное, уже нет клеточки Ну, через две я протягивала точно Ну, я думаю, что вот если на вот этом месте Такие вот у меня одиночные крестики, стежочки проложены с такими протяжками То все равно это потом все зашьется Также я вот уплотняла и вот в этом месте Ну, дальше вот я еще пока не вышивала этим цветом Тут я вот, так скажем, не уплотняла этот свой рисунок Где-то вот я вот в этой части поработала стежочки Ну, вот тут вот чуть-чуть Я так думаю, что вот это будет тоже вот часть какая-то вот обрамления платьев Может быть, это вот здесь будет валан Мне почему-то так кажется Я не смотрела на превью И сейчас я превью не доставала Так уж, простите меня, покажу вам, как есть Может быть, в среду, когда буду работать с этим процессом Я вам напомню, как это выглядит на превью Покажу, где примерно я вышиваю Ну, а сегодня уже поздно Я уже поработала И рабочий день работающей вышивальницы На этом я объявляю закрытым Сейчас в душ после такого жаркого дня Ну, и спать Потому что вставать уже, в общем-то, очень-очень скоро Ну, в общем-то, вот это небольшое включение Буквально на пару минуточек Вам показать, с чего начнется вот эта неделя Посвященная этому моему процессу Моему любимому процессу Который я также двигаю на завершение Здесь уже больше 80% зашито Где-то 84% вот так вот Ну, и в этом году, конечно, финиша не будет Но следующий год я очень надеюсь, что эту работу я, в общем-то, должна финишировать Ну, в общем-то, на такой ноте я говорю вам До свидания, спокойной ночи, приятных вам снов Чтобы вы отдохнули за эту ночь Набрались сил перед следующим трудовым днём И пока-пока Доброе утро, дорогие друзья Сегодня у нас среда, девятое число Я уже на работе Практически в кабинете никого нет У нас три человека сидит Потому что ещё очень-очень рано И где-то полвосьмого утра Я хочу вам показать, что я навышивала за понедельник, вторник и среду на работе Вот, не так, конечно, много Но для нескольких минут в день вполне достаточно Что у меня получилось Вот эта рыбка, наконец-таки, поплыла Вокруг неё водичка Вот такая вот изображена За эти дни я вышила вот этот вот кусочек У меня каждый день получалось вышивать Где-то по 200 крестиков в день Немножко до рабочего дня И немножко на обеде И вот этот вот участок у меня дошился Я шью такими вот полосами Снизу вверх Или такой же полосой я иду сверху вниз Вы здесь видите, у меня вот такой вот ровный край Я думала, что... Ну, опасалась, чтобы не было вот тут видно границ Но в таком режиме я отшивала все вот эти места И вот здесь вот, ну, в общем-то, все именно я отшивала вот в таком вот режиме И, в общем-то, нигде у меня не получилось Что видно вот эти вот прямые границы На изнанке, конечно, видно Но на самой вышивке с лица я таких границ не заметила Вчера я начала вышивать вот этот вот участочек Вот, и сегодня буду продолжать вот так вот дошивать вверх Вот этот вот синий цвет, он пойдет немножечко левее И я буду дошивать вот этот участок где-то вот до этой границы И потом уже пяльца переставлю И все, вот это вот конец вышивки То есть мне осталось вот здесь вот этот кусочек дошить И с правой стороны тоже небольшой кусочек Это вот это дошить Но это потом Сначала я, наверное, расправлюсь вот с этим вот участком Здесь пойдут вот такие у меня получились ограниченные области Здесь можно вышивать, не глядя в схему Это будет один цвет Здесь, по-моему, будет другой цвет Это все заштопается очень быстро Вот, чай я уже себе заварила Сейчас я попью чаю И, в общем-то, вот поработаю над этим участком Я, наверное, сегодня его закончу Здесь не так много получается Потому что здесь вот не сплошная зашивка Вот таким вот она идет образом И, в общем-то, сегодня я вот буду работать здесь Итак, начало рабочего дня Сегодня, я уже сказала, среда 9 августа Вчера мы ходили с подружками в театр И, наверное, о своем походе Пока у меня еще свежи впечатления Я вам расскажу вечером Попробую тоже включиться Вчера мы пришли поздно Было это, в общем-то, проблемно, конечно Снять видео по первым таким свежим впечатлениям Потому что, придя домой, в общем-то, я легла спать Ну, а сегодня я домой приду, конечно, пораньше, чем вчера И попробую вам все это дело рассказать Ну, что, до вечера Пока-пока Дорогие друзья И вновь я с вами Сегодня все еще среда 9 августа Вечер Практически 11 часов вечера На сегодня я уже свою вышивку закончила Вы видите, что я работала, опять-таки, над своим любимым процессом игра в шахматы Я сегодня зашивала Поплотняла вот это вот место Отшивала один цвет Еще я этот цвет до конца не дошила Еще, видимо, мне на один вечер останется этого цвета И он полностью уйдет из работы Что, конечно, не может не радовать Вот И сколько я сегодня успела сделать По-моему, 540 Или 553 крестика Как-то так Ну, в общем, до 600 крестиков Стежочков, вернее Которые я запланировала на сегодняшний вечер У меня дело не дошло Но я тут сделала небольшой перерыв А потом мне что-то как-то уже вышивать расхотелось И я решила закончить Хотя вполне могла сделать сегодняшнюю норму Вот здесь на полотне у меня получается вот такой вот разброс Здесь и одиночки И какие-то вот из того цвета, который я сегодня вышивала И здесь какие-то вот единичные крестики Стежочки получаются В общем-то, вот здесь вот такая вот Как пыль разбросана, как мусор какой-то Ну, вот здесь видно, что вот это вот От платья какие-то детали, контуры проглядывают, складки, наверное Тоже пока вот они такими единичными крестиками получаются Ну, а здесь вот у нас вышивается пол Он шьется, конечно, гораздо легче, проще, чем основной сюжет Ну, будем продолжать дальше Завтра у нас четверг я буду работать с этим процессом И пятницу вечером я тоже буду работать над этим процессом У меня было на эту неделю запланировано отшить 3000 Но, наверное, не получится Потому что вчерашний день у меня из работы вышел А вышел он потому, что мы вчера ходили в театр Я вам обещала рассказать Мы смотрели в ДК Выборгский Спектакль, который называется «Варшавская мелодия» Там играл актер Шилов, это его псевдоним по фильму Боже, вылетела из головы Устюгов Устюгов и Аглая Шиловская Сюжет этот, в общем-то, известный Эта постановка известная В общем-то, не один год она у нас в театрах ставится Это история любви советского парня и молодой девушки-студентки из Польши На протяжении 20 лет, в общем-то, этот сюжет продолжался, развивался История их любви В общем-то, такая грустная история, такой грустный рассказ Вот, ну, мы ходили в компании, нас было шесть человек С некоторыми девочками, с которыми мы ходили Вместе я не виделась где-то года четыре, наверное И надо признать, что, в общем-то, наша встреча была настолько тёплой Настолько приятная И такое ощущение, что мы расстались не четыре года назад А буквально вчера Мы рассказывали про свои семьи, про своих детей Кто-то вырос, уже женился, вышел замуж Кто-то вот закончил учёбу или ещё продолжает учиться Мы вместе проработали в таком коллективе больше 15 лет И, конечно, мы друг другу, в общем-то, как родные люди И вот встреча вчера у меня, об этой встрече самые-самые тёплые воспоминания И такой спектакль, и всё как-то такой вечер прошёл на такой лирической ноте Я с удовольствием посвятила себя этому вечеру И самые-самые приятные воспоминания и ощущения, конечно, у меня от вчерашнего вечера Я ещё и сегодня была под впечатлением всего этого И коллегам своим на новой работе, вот где я сейчас работаю Рассказывала о том, какой у нас был коллектив О наших взаимоотношениях Всё-таки 15 лет, в общем-то, плечо к плечу мы проработали Это, наверное, в общем-то, что-то означает Вот Ну, утром я вам сегодня включение делала на работе, показывала Там у меня продвигается процесс моей дельфинчики Конечно, он у меня ещё там немножечко продвинулся Я, наверное, вам или завтра утром покажу, или уже в пятницу Насколько у меня там всё продвигается Ну и вот на 500 Сколько? 553 или как-то так Стежочков продвинулся и у меня и этот процесс Мои шахматы Конечно, здесь, в общем-то, плохо видно Где эти крестики, стежочки Ну, вы можете только мне поверить на слово Что я как бы вот вышиваю в этом промежутке Просто уплотняю то, что у меня здесь нашито Потому что нитки, они все примерно одинакового тона Вот я себе приготовила ниточки, чтобы в банк ниток не лазать постоянно В общем-то, у меня вот тут лежат на раме И я отсюда ниточки дёргаю И как раз мне на то количество стежков, которые мне надо отшить Вот этих ниточек мне и хватит Вот, девочки, так, на часах 11 часов Я всё сворачиваю И, в общем-то, я пойду отдыхать Сегодня я ещё раз проверила свои планы Успеваю я или не успеваю В своём отшиве Ну, по дельфинам я, скорее всего, успею Вот, но тоже всё тревожно Потому что столько всего хочется сделать Столько вышить Вчера мне пришла посылка На зоне я забирала фирмы Я потом сделаю вам обзор Два наборчика мне пришли И, в общем-то, только шей Шей успевай Не знаю, как вот Как всё успеть Потому что Мне очень-очень хочется Осенью У меня есть такие процессы В таких осенних цветах В такой осенней расцветке Ну, просто, не знаю, душа моя горит Чтобы взять и начать ещё два процесса Ну, не знаю И вряд ли мне получится себя остановить И, в общем-то, как-то тревожно на душе От этих всех моих планов От количества процессов, которые у меня развелось И поэтому Надо торопиться дошивать То, что у меня имеется Вот сейчас у меня вот основные эти два процесса Они у меня идут в такой паре Я то один вышиваю усиленно То другой И мне хочется По окончании этих двух процессов Наверное, ещё одну такую пару создать Один процесс попроще Другой посложнее И также их в паре двигать к финишу Может быть, так у меня получится Как-то побыстрее, попроще и полегче Ну, и сейчас я своё включение заканчиваю И скоро увидимся Пока-пока Дорогие друзья Сегодня пятница Вечер Конец рабочей недели Конец недели работающей вышивальщицы И я хочу вам показать То, чем окончилась Коса пошла Чем окончилась моя рабочая вышивальная неделя Что я успела вышить По тем двум процессам Над которыми я работала на этой неделе Я вам показывала На протяжении там Пару-тройки включений Свою работу Дельфинчики И сейчас я покажу На каком моменте Я, в общем-то, эту неделю Закончила Закончила Мы начинали работать с вами Где-то вот с этого места Я начинала вышивать И за неделю За те, может быть, минут 40 Максимум 50 Каждый день Даже, может быть, поменьше Немножечко доработает И во время обеденного перерыва Я вышивала эту свою вышивку И, значит, что у меня получилось дошить Это вот, наверное, вот этот вот участок Я вам говорила, что я шью вот такими рядами Снизу вверх Сверху вниз И, в общем-то, вот так у меня получилось Наверное, вот это Мы участочек дошили Перешла я сюда Спустилась вниз Вот это вышито И вот эта вот часть Я закончила на отметке 60 Здесь вот у меня И, в общем-то, дальше у меня в пяльце не влезает Мне надо будет пяльца переставлять Поэтому я вот от этой вот границы 60 Буду работать вот в этом теперь не зашитом участке Мне осталось здесь зашить Здесь вот здесь буквально вот так вот один цвет пойдет Здесь в этом ограниченном участке один цвет пойдет Ну и, в общем-то, здесь еще парочку цветов будет Вышивать будет несложно Можно будет вышивать даже без схемы Просто идти и заштопывать вот так вот, не глядя Вот этот участочек, вот этот участочек Ну здесь, наверное, придется подсматривать Потому что здесь будет два цвета смешиваться Вот такой отшив будет удобен для работы Когда не надо будет смотреть в схему Потому что это ускоряет процесс вышивки В общем-то, и намного его облегчает Ну, в общем-то, вот на таком участке я буду работать Но у меня еще запланировано по 300 крестиков Вышить в воскресенье утром И в субботу утром Завтра в субботу я с утра встану и поштопаю Ну вот, наверное, вот этот вот участочек я зашью Ну, короче говоря, мне надо будет зашить 300 крестиков 300 крестиков утром в субботу и 300 крестиков утром в воскресенье Это у меня будет такой процесс утренний на выходные дни Мне осталось здесь на этой работе Где-то 1013 Поэтому, в общем-то, так будем стремительно сокращать Свой путь к финишу этой работы Если я говорю, что вот здесь у меня Вот когда я зашью этот участок Останется не зашитый участок до 60 единичек Вот разметка Ну и тут вот такой вот участочек тоже останется меня вышить В общем-то, вот тороплюсь, тороплюсь Чтобы как можно быстрее закончить эту работу Сегодня у меня по плану вечером Повышевать еще мою вышивку Игра в шахматы И вот эти вот два процесса, которыми я занималась эту неделю Работа над ними будет закончена Завтра в субботу, после того, как я отошью утренний процесс Где-то после обеда, ближе к вечеру Я достану своего дорогого гостя И буду работать над ним У меня план по вышивке на дорогом госте Тысяча стежков в субботу И тысяча стежков в воскресенье О проделанной своей работе я отчитаюсь И по дорогому гостю И вот такая вот у меня вышивальная неделя должна сложиться На этом я свое включение по Сегодня на пятницу вечер заканчиваю Я вам показала То количество крестиков, которые я вышила за неделю на этой работе И примерно каждую неделю я, в общем-то, прихожу вот с таким итогом Пятница И какое-то количество я еще дошиваю в субботу и воскресенье Вот, значит, у меня еще сегодня по плану сделать 600 стежков на игре в шахматы И мой воскресный процесс, дорогой гость Вот такие планы буквально на ближайшие два дня И до нового включения Дорогие друзья, сегодня воскресенье, почти полпятого Меня приготовлено показывать вам мои процессы, которыми я занималась на этой неделе А эта неделя у нас прошла под девизом Неделя работающей вышивальщицы Я вам рассказывала всю неделю Чем я занималась на работе, чем занималась домой Когда приходила И вообще там про свои дела рассказывала Такой новый формат видео я хотела вам выпустить Рассказать, из чего состоит моя неделя Ну вот, на своих экранах вы видите станок от Иволги На станке на этом у меня натянута моя работа Игра в шахматы Также лежат пяльца Вы видите мои дельфинчики Я вам покажу, как я продвинулась за эту неделю Лодочки мои Здесь сбоку на диване лежит мой дорогой гость Я занималась этим процессом Занимались мы также домашними делами Мы раскладывали с моими детьми По мебели посуду Заполняли стенку Разбирали коробки Что-то мы успели заполнить Что-то еще предстоит В общем, вот такая у нас была рабочая неделя Ой, там вон чьи-то пятки торчат из-под телевизора Если вам видно В общем, тоже кто-то там устал Ну, в общем-то, вот такие дела Выходные подошли к концу Ну, я еще, наверное, сегодня немножко повышеваю дорогого гостя У меня еще запланировано тысяча вышить за сегодняшний вечер Ну, я не знаю, как я сумею с этим делом справиться Потому что, в общем-то, мы работали целый день Воскресенье по хозяйственным домашним делам Работали мы и всю субботу Потому что за неделю очень много скапливается домашних дел И все это надо когда-то сделать Когда-то все эти дела Их, наверное, никогда не переделаешь Вот Тут, может быть, у вас непонятное пятно На диване под станком Это я закрываю диван от моих животных Потому что они очень любят лежать на диване Отдыхать тоже так же, как и мы И поэтому, чтобы диван не закатывался в шерсти В общем-то, у меня там положено И махровое полотенце, которое я почистил В общем-то, я опять можно стелить Ну, вот такие вот у нас дела Вот, что-то я на сегодняшний день уже подустала Итак, сейчас я нажму на паузу И, в общем-то, в кадр возьму свои процессы один за другим И покажу вам свои заключительные продвижения Ну вот, поближе я вам показываю своих дельфинчиков И что же я успела отшить за выходные Ну, я работала вот в этом участке Здесь было не зашито одним цветом Буквально я вот гнала И видите, что, в общем-то, до сих пор Теперь у меня все зашито Тем же самым цветом мне вот этот участочек зашить Ну, здесь я не знаю, работа на полтора часа Не больше Но уже сегодня мне этим некогда заниматься Это уже пойдет на следующую мою рабочую неделю Буду дошивать на работе с утра Как приду и в обед Я вам уже об этом рассказывала в начале видео Такого же цвета будет немножечко здесь Ну, может быть, еще где-то будет встречаться В общем, вот на этом участке всего лишь три цвета Я думаю, что я недолго буду это дело дошивать Потому что, ну, такая сплошная зашивка Не надо мелочь какую-то ловить Она уже вся выловлена В общем-то, вот на таком этапе мои дельфинчики Когда я зашью вот этот весь участок Я передвину влево Там будет небольшой участочек с нуля до шести Вот это отметка шесть, шестьдесят стежочков Ну, и вот тут вот кусочек И, в общем-то, девочки, на сегодняшний день Это практически девяносто процентов выжатой работы Так, сейчас я вам покажу следующую свою работу Я обещала вам на эту работу найти превью Но чего-то я не искала, честно говоря Потому что как-то было некогда Потом забылось Ну, в общем-то, вот такие вот лодочки Здесь видна одна лодочка маленькая Ну, а вот здесь будет лодочка побольше кораблик Мачты без парусов спущены В общем-то, кораблики пришли в бухту Это работа от Панны Называется «Бухта Чарльстон» В общем-то, здесь осталось мне дошить Немножечко вот самого корабля И вот такие вот фоновые Здесь будет отражение кораблей в воде Это будет здесь вода Отшиваться по максимуму будет полукрестом Я тоже думаю, что это вот Один-два выходных с утра, может быть И всё, и эта работа будет сделана Но ещё вот здесь «Бэк» останется В общем-то, тоже работать осталось Не так и много Ну, вот на своих экранах вы видите Основной процесс этой моей недели Игра в шахматы По разработке Елены Гарбанёвой Семь слоников Я вам рассказывала, что я уплотняла Вот сам пол Вот он у меня становился всё чётче и чётче Вот, ну и потом, чтобы как-то разбавить Вот такой серо-зелёный цвет Я немножечко повышевала вот такими вот тёмными цветами Ну, здесь буквально вот чуть-чуть Хотя эта работа также вышита на 80% Даже, по-моему, на 84% Как-то так Ну, и продолжала я вылавливать вот здесь всякую мелочь Её стало больше В прошлый раз, когда я вам показывала, было намного меньше Вот, ну, в общем-то, конечно, здесь ещё работать и работать Но норму я свою запланированную не выполнила На 600 стежочков Как раз это вот был день, который я не вышивала А по плану у меня на эту работу на вечер На рабочий после работы было отведено по 600 полукрестиков Ну, вот я во вторник мы ходили в театр В общем-то, у нас была такая поход культурный И я поэтому не вышивала И, в общем-то, поэтому у меня и не выполнена норма Вот всего лишь на один день Вот на таком этапе у меня сейчас эта работа На следующей неделе, конечно, я не буду вышивать Это свою работу У меня будет другой основной процесс Но вот этот процесс, он был на этой неделе И на таком этапе я её откладываю В принципе, здесь ничего так кардинально не поменялось Кроме вот как вот у меня это дело уплотнилось Ну, конечно, видно не очень хорошо Но, во всяком случае, стали немножко проявляться Вот эти вот такие вот здесь пробелы Это вот видны вот стыки вот этих вот мраморных плит пола Наверное, они сейчас просматриваются почётче Вот чуть-чуть вот почётче вот контуры стали вот этого Вот на платье складки вот такие Как вот здесь, да, просматриваются Здесь вот они тоже будут Вот, видимо, по вот этим вот линиям, которые Сейчас у меня тут сформировались Вот здесь вот видно, наверное, будет какое-то закругление На ножке стола Оно стало немножечко почётче Вот тут вот, наверное, что-то будет Какая-то загогулинка такая округлая Ну, в общем-то, вот и всё, что я успела Сделать на этой работе И сейчас вам покажу следующую мою вышивку Которая я занималась два дня выходных Прошлую неделю И вот два дня у меня было отведено на эту работу На этих выходных Это мой дорогой гость И я его вышиваю только по выходным Четыре раза в месяц получается у меня эта работа Я её беру в отшив И сейчас перейдём к той моей работе Ну и вот он мой любимый, дорогой гость Я вышивала вот в этом участке прямоугольном я работаю Почему-то так получилось, что вот слева у меня отшилось так много А вот этот вот кусочек справа Он у меня несколько лет вот в таком вот виде Незавершённом И поэтому я решила, что в конце концов Настал тот момент, когда вот это дело надо зашить и перемотать И это будет первая перемотка у меня на этой работе Я также плотняла коричневыми цветами вот эти вот участки Но такими тёмно-коричневыми мне шить надоело Насколько можно Я уже какой год шью этими оттенками Коричневым по коричневому Вот в этом месте примерно будет то же, что вот и вот здесь Здесь вот в этом углу отошьётся вот такая вот переборочка Которая поддерживает свод потолка Вот так примерно будет Слева вот этой части такая же у меня будет справа Ну и чтобы как-то хоть немножечко разбавить эти коричневые тона На этих выходных Если я на прошлых выходных как раз вот вышивала в этом месте коричневым цветом То в эти выходные я решила немножко разбавить И повышивать вот это вот свод окошка Я слышала, кто вышивал, что окно в общем-то шьётся сложно Ну я вот так вот решила Вот это само окно, стекло здесь будет А это вот такой вот типа откоса на этом окошке И вот здесь тоже будет такой цветочный узор И сейчас я вот вышивала такими бледными-бледными цветами, оттенками Ну здесь в общем-то ничего сложного у меня не встретилось Я вышивала как раз вот на этом участке от большего к меньшему Вот я хочу сказать, что вот на этом большом участке У меня будет где-то порядка 20 единичных крестиков А потом пойдут быстро двоечки, троечки Там их не очень по количеству много В общем-то вот поэтому и прикольно вышивать вот такими большими участками Потому что получается здесь вот таких вот одиночных крестиков не так и много Вот я буду вышивать, наверное, насколько мне хватит видимости моей разметки Буду вот вышивать большие цвета Ну а потом под конец, когда уже будет, наверное, вот такая вот такой плотности зашивка Но еще, в общем-то, видна будет разметка Я возьму и буду зашивать, наверное, тогда небольшими вот такими участками Просто вот зашивать недостающие на этих участках цвета И тоже это будет двигаться достаточно быстро Вот при таком большом участке это двигается быстро Потому что вышиваешь такими цветами многочисленными по количеству стежочков И потом вот когда, в общем-то, вот такая плотность зашивки Дошить малочисленными цветами для меня тоже, в общем-то, это не так и сложно Вот на таком этапе у меня сейчас дорогой гость Я, моя вышивка близится к 25%, но 1% это тоже очень много Порядка 6 тысяч, по-моему, стежочков как-то так Ну, в общем-то, я думаю, что когда у меня будет зашито вот весь этот участок Первая перемотка, это вот будет точно 25% Вот, наконец-таки, да Я думаю, очень-очень многие уже эту работу вышли Ну, а я, видите, вот практически в начале Хотя у меня я эту работу начала в 21 году Вот в феврале месяце И вот сколько я ее вышиваю Два года практически, да Два с половиной, наверное, уже Ну, и еще плюс 75% Ну, лет 10, наверное, эта работа у меня будет в отшиве Вот Ну, в общем-то, вот на таком этапе Наверное, я вам повествование свое закончу О своей рабочей неделе Это я снимала видео для того, чтобы смогли понять Про мою вышивальную жизнь Про мои темпы Про то, чем я занимаюсь На неделе, из недели в неделю Изо дня в день, из вечера в вечер Как складывается моя жизнь Если вам захочется каких-то вот подробностей На эту тему вы пишите в комментариях Я буду вам снимать тогда не только вышивку Ну, и немножко небольшие кусочки моей личной жизни Вот Вот так пятки там и торчат Хвост он побольше вылез И мне даже видно нос Моего серого зайца Который там отдыхает за телевизором Не знаю, там ему, наверное, тепло Потому что вот телевизор у нас работал Практически весь день в таком фоновом режиме У него там такое личное пространство Кабинетик такой И, наверное, ему там прикольно спать Ну, в общем-то, вот так вот Девочки, на этом я, наверное, закончу А еще я хотела сказать Что я начинаю прорабатывать планы На следующий год И, конечно, я так думаю, что меня ждут изменения В моей ротации Такие, наверное, глобальные будут изменения И я так решила для себя Что сентябрь месяц Он уже не за горами У меня будет такой тестовый месяц Той ротации, которую я придумала на следующий год Вот, я, может быть, вам немножечко об этом расскажу Какие у меня наметки есть По поводу, как вот я буду работать Потому что у меня будут и новые процессы Новые старты И как мне все это разместить В один вышивальный год Который, в общем-то, пролетает Очень-очень быстро Ну, в общем-то, вот я говорю Что сентябрь месяц У меня будет такой тестовый Еще я вам хотела рассказать О моих посылочках рукодельных Ну, наверное, это уже будет следующее видео Потому что это видео Вот у меня будет такое вот С включением эпизодиков из моей личной жизни Да, на следующем видео я вам расскажу Про наборы, которые пришли мне в посылочке Ниточки покажу Мне пришла посылочка Я сделаю, наверное, парочку новых превью И, в общем-то, покажу вам Вот все это дело в следующем моем видео Ну, и на этом я заканчиваю Желаю всем огромного здоровья Будьте счастливы Пусть вам последние деньки августа Принесут только хорошее настроение Хорошую погоду И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok